В нашем распоряжении батарея конденсаторов и показанная здесь схема. У верхнего переключателя три положения. Так замкнут левый контур, и мы имеем возможность от подключенного к этим клеммам источника заряжать конденсатор. Среднее положение нейтральное, разомкнуты оба контура. Правое положение конденсатор соединен с нагрузкой. Роль нагрузки выполняет с одной стороны вот эта пара лампочек, ну а с другой стороны параллельно с ними подключен электродвигатель. Дело в том, что конденсатор великолепно выполняет роль накопителя энергии. И многие очень мощные, потребляющие большое количество энергии физические установки, питаются от батарей-аккумуляторов. Например, многие установки типа Токамак для получения и исследования высокотемпературной плазмы. У нас, конечно, поскромнее батарея аккумуляторов. Мы ее зарядим, она накопит энергию, а потом разрядим ее на эту пару лампочек и электродвигатель. Включаю источник питания. Ставлю переключатель в левое положение. Идет зарядка конденсатора. Я слежу за тем, как растет напряжение на конденсаторной батарее. Ну вот она зарядилась. Я ставлю переключатель в среднее нейтральное положение, чтобы никто не заподозрил меня в жульничестве. Я просто отключу один из проводов, соединяющих установку с источником питания. А теперь, смотрите на эту пару лампочек и на электродвигатель. Используем энергию, запасенную конденсатором. Единственный, достаточно серьезный недостаток батареи конденсаторов, как накопители энергии, состоит в том, что она очень быстро отдает всю свою энергию. Поэтому ее не используют ни в часах, ни в пультах управления, телевизорами и другой аппаратурой. Не используют также и в мобильных телефонах. Всюду в этих устройствах стоят либо батареи, либо аккумуляторы. Они способны отдавать свою энергию в течение десятков и сотен часов. Субтитры создавал DimaTorzok